Губернатор Михаил Дегтярев наградил лучших работников строительной отрасли региона в рамках торжественного приема, который был посвящен профессиональному празднику. Мероприятие состоялось в Доме официальных приемов Краевой столицы. Предваря официальную церемонию честования, глава региона отметил особую важность профессии как для развития территории, так и страны в целом. Благодаря поколениям проектировщиков, архитекторов, инженеров и рабочих появились города и поселки Хабаровского края, его энергетическая, социальная и транспортная инфраструктура. Важно, что сейчас мы системно развиваем не только крупнейшие города, но и районы, в том числе и на севере. Их жители очень ждут появления новых и реконструкций действующих больниц, школ, спортивных сооружений, культурных центров, отметил Михаил Дегтярев. На данный момент перед регионом стоит амбициозная задача с 2025 года вводить в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратного метра жилья. Губернатор выразил уверенность, что совместными усилиями властей и строителей край выйдет на эти показатели в обозначенный срок. Далее глава региона вручил заслуженные награды за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие стройотрасли и ее лучшим представителям. Обладателем почетной грамоты губернатора Хабаровского края стал водитель вездехода Дальневосточного проектно-изыскательного института транспортного строительства Алексей Назаров. Также в рамках мероприятия были подведены итоги краевого конкурса на лучшую строительную компанию, предприятие промышленности стройматериалов, проектную организацию. Дипломы из рук главы региона получили победители и лауреаты профессионального состязания. В завершении торжественного приема Михаил Дегтярев еще раз поздравил всех причастных к Днем строительства, отмечавшимся накануне. «Все, что мы видим вокруг, создано строителями. Именно вы возводите современные здания и комфортное жилье, промышленные и социальные объекты. Благодарю вас за профессионализм, безграничную преданность своему делу, нацеленность на успех и настраиваю на многие пятилетки ударного труда». Продолжение следует...